Благостный Благовещенский перезвон Любой богородничный праздник для Индинского собора как престольный, ведь он был освящен в честь Рождества Царицы Небесной. А спустя какое-то время Архангел Гавриил сообщил непорочной Деве Марии благую весть о том, что она избрана Богом, стать ковчегом явления Господа в мир человеком, ступенькой ко спасению. Послав Сына Своего в мир людей на великие муки, Господь проявил Свою милость и показал неисчерпаемую любовь к нам, чадом Его. Благодаря Господу нашему, Иисусу Христа, и любовь и отца, и причастие святого Бога, будешь со всеми, аминь. В народе говорят, что молодые девушки в этот день в храме должны молиться особо усердно. И это неспроста. Считается, что Божья Матерь в празднии Благовещения посылает благочестивым девушкам самое заветное – радость материнства. Тем более, что на протяжении всего богослужения звучат строки из Святого Евангелия от Луки о том, как Архангел Гавриил принес благую весть при чистой Деве Марии. В своей проповеди преосвященный епископ Барышский Инзинский Филарет отметил, какое огромное значение имеет для всех нас то, что Бог решил спасти людей и послал Сына Своего настрадания, как простого человека. А праздник Благовещения, как Вторая Пасха для православных. Вот этот праздник Благовещения есть начало нашего спасения, вложил Бог всем нам. Поэтому сегодня с вами воспоминаю это великое событие, когда Бог решил его человечество, то есть обрести плоть, подобное сотворенное им. А с Богом мы жили, и Богу жить будем, и скорость веры, и уповая, и заплатить. Спаси Христос всех с праздником!